Представившись родителям, злоумышленник проник в школу. На сотрудники Росгвардии оперативно выехали на место и предотвратили возможное преступление. К счастью, это не реальный случай, а учение по отработке действий в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники Росгвардии на практике сегодня отрабатывают вопросы по взаимодействию с администрацией, с персоналом, а также с работниками охраны. В случаях, если будет оказано вооруженное сопротивление, либо проникновение посторонних лиц, а также вопросы при возникновении преступлений террористической направленности. Агрессивно настроенного незнакомца сотрудница охраны школы остановила, включила объявление о чрезвычайной ситуации по громкоговорителю и нажала тревожную кнопку, вызвав специалистов Росгвардии. Учителя сразу же после сирены начали баррикадировать двери классов. Все как по инструкции. Сотрудники гимназии готовились несколько дней. Эти учения у них уже не первые. На сегодня прошли мы полностью теоретическую часть. Руководящий состав гимназии – это переподготовка по антитеррористической деятельности в тех организациях, которые прошли аккредитацию. И мы далее теоретическую часть организовали на базе уже своих образовательных учреждений, и прошли инструктажи, издали все нормативно-правовые документы. Кроме того, в школе установлены камеры, громкоговорители и входная дверь с электрическим замком. Но не только 24-я гимназия подготовилась к чрезвычайным ситуациям. Учения проходят по всей России. Отрабатываются три главных аспекта – действия коллектива и его психологическая готовность, работоспособность всех систем безопасности и информационное оповещение при возникновении чрезвычайной ситуации. В настоящее время все образовательные организации Ульяновской области готовы к проведению учений. Безопасность детей превыше всего. Мы очень благодарны, что такое решение было принято Министерством просвещения Российской Федерации, МЧС, Росгвардии. И у нас в регионе была проведена большая подготовительная работа. Разработаны необходимые нормативные документы. В каждом муниципалитете и в областном центре созданы штабы по организации проведения учений. В сентябре учения повторятся уже вместе с учениками. Никита Лунин, Максим Архипов, репортер 73. Продолжение следует...